Главной новостью пресс-конференции стала реконструкция центрального стадиона. Липецк попала в число городов, где организуют одну из 64 тренировочных баз для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы попали в план реконструкции стадионов для Чемпионата мира. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время, год-два, и мы будем уже болеть за нашу команду на более приятном для смотрибельном стадионе. Волновали журналистов и вопросы личного состава. Многие команды в условиях кризиса снимаются Чемпионаты из-за недостатка финансовых средств. Однако руководство «Металлурга» заявляет, Липецкому клубу это не грозит. Возможно, лишь локальные трудности. Например, в зимнем перерыве команду покинули два ключевых игрока – Рыбин и Паярков. За счет внутренних резервов позиции закрыли, замена им пришла из числа молодых. А вот как они впишутся в игру, покажут предстоящие игры. Сейчас четвертую играем в контрольную игру с Липцами уже в преддверии матча к факелу, где будем. Я думаю, что не то, что настраиваются, ребята настроены эту игру, чтобы посмотреть, на что мы способны. По работе, по желанию, к ребятам вообще никаких претензий. С уходом Рыбина в клубе оказалась вакантная роль капитана. Решением главного тренера, лидером теперь будет самый опытный игрок команды – Алексей Журавлев. Физическое состояние сейчас я считаю процентов на 90. Здесь неделя до игры осталось чуть побольше. Я думаю, за это время мы еще эти 10 процентов наберем. В клубе задумались и о проблеме снижения посещаемости, которая характерна не только для второго дивизиона, но и для премьер-лиги. Решать эту проблему собирается не только хорошей игрой, но и активным распространением атрибутики. Для этого в фойе стадиона оборудовали специальную витрину. Но и это не единственное. У команды появился свой талисман. Вот такой добродушный бык. Не в пример хоккейному шмелюжеке. Теперь он будет заводить болельщиков и футболистов. Так как клуб большое внимание уделяет еще и развитию детского футбола, поэтому мы его сделали более таким добрым, и чтобы он больше с детьми возился. Первая официальная игра «Металлурга» в этом году пройдет на домашнем стадионе. И соперник самый что ни на есть принципиальный воронежский факел. Лидер турнирной таблицы, которому пока никто не может составить серьезной конкуренции. Что касается задач «Металлурга» на оставшуюся часть сезона, то они, по словам генерального директора, следующие. Задача у нас также остается, не ниже пятого. И я думаю, вполне по силам. Ребята настроены. Микроклимат в коллективе мне очень нравится. В общем, 10 апреля все на стадион смотреть, болеть и фотографироваться с новым талисманом.